Здравствуй, абитуриент Томского государственного университета. Как поступить в ТГУ на бюджет с гарантией почти 100% есть один способ. О нем прямо сейчас подробно. Этот способ называется целевое обучение. Процесс поступления в университет здесь другой, но обо всем по порядку. Целевое обучение – это возможность бесплатно учиться по направлению от предприятия или учреждения. Оформляется трехсторонний договор между предприятием и учреждением, вузом и студентом. И 1 сентября на пары. Направление на целевое обучение могут предоставить федеральные или региональные органы власти, местные администрации или частные предприятия. Даже индивидуальный предприниматель может оформить направление. Целевой прием гарантирует абитуриенту поступление и трудоустройство, а предприятию квалифицированного специалиста. Стать целевиком непросто, но вполне реально. Чтобы узнать квоту целевого приема, обратитесь в вуз или в отдел кадров предприятия, если вы точно знаете, что оно дает направление. Согласно данным, на 2019 год процедура поступления на целевое обучение существенно изменилась. И для того, чтобы знать все нюансы, нужно познакомиться со следующими документами. Во-первых, это положение о целевом обучении по образовательным программам высшего образования. Правила установления квоты приема на целевое обучение за счет бюджетных средств федерального бюджета. Типовая форма договора о целевом обучении. Все эти документы можно найти на официальном сайте Томского государственного университета. Смотри раздел правила приема. Важно помнить, что договор о целевом обучении для абитуриентов, которые решили учиться в рамках квоты, необходимо заключить до подачи документов в приемную комиссию. Сам прием на целевое обучение проходит в рамках конкурса. Создается отдельный поток абитуриентов, которые поступают на целевое обучение. И между ними проводится отдельный конкурс для получения бюджетного места. Остальные студенты в этом конкурсе не участвуют. Так что если абитуриентов будет больше, чем мест выделенных под целевое обучение, возьмут тех, у кого больше баллов за экзамен. Вот мы и подошли к тем серьезным обязательствам, о которых говорили вначале. Не волнуйся, вся ответственность распределяется между абитуриентом и тем предприятием, которое решило предоставить целевое направление. По договору предприятие обязаны оказывать материальную поддержку и обеспечить жильем, оплатить дополнительное обучение студентов. По необходимости трудоустроить выпускника по специальности не меньше, чем на три года. К обязанностям студента относятся, во-первых, хорошо учиться. При желании заказчик может прописать в договоре, каких конкретных результатов он ждет от студента. Проработать не менее трех лет там, где укажет заказчик в соответствии с полученной квалификацией. Если предприятие не трудоустроило студента после окончания университета или студент после выпуска не проработал в компании три года, придется выплатить штраф в размере расходов на обучение. Проще говоря, сторона, которая не соблюдает условия договора, обязана возместить университету затраты на обучение студента. Но не будем о грустном, это вполне понятные обязательства, соблюдать которые на самом деле не так уж и сложно. Взамен гарантированное трудоустройство, так что бояться точно не стоит. Еще раз о самом главном. Становись целевиком, если ты точно хочешь работать на каком-то предприятии. Не пытайся искать целевое место, лишь бы поступить. Ты просто потеряешь время, которое лучше потратить на подготовку к ЕГЭ. Если идешь на целевое, удели время учебе. Если тебя отчислят, придется выплачивать крупный долг. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова